Всем хорошего дня, с вами Science Daily, новости науки и космоса. До высадки марсохода NASA Perseverance на Красную планету осталось меньше суток. Инженеры лаборатории реактивного движения NASA подтвердили, что космический корабль исправен и направляется к месту посадки в кратере Езера, которая должна состояться сегодня, 18 февраля, примерно в 23.55. Кратер Езера – это бассейн, в котором, по мнению ученых, древняя река впадала в озеро. Ученые считают, что здесь, вероятно, сохранились признаки жизни, которая могла быть на Марсе миллиарды лет назад. Посадка на Марс – это трудная задача, а марсоход Perseverance попытается высадиться в самой сложной местности на Марсе из когда-либо выбранных, ведь рельеф кратера полон неровностей. Инженеры NASA ожидают получать уведомления о ключевых этапах посадки. Из-за задержек сигнала эти события фактически будут происходить на Марсе на 11 минут и 22 секунды раньше, чем специалисты получат об этом информацию. Первый этап – отделение ступеней крейсерского полета. Часть космического корабля, в который летел Perseverance, с прикрепленным к его брюху мини-вертолетом Genuity, отделится от входной капсулы примерно в 23.38. Второй этап – вход в атмосферу. Ожидается, что космический корабль достигнет верхней границы в арсианской атмосфере и двигается скоростью около 19,5 тысяч километров в час через 10 минут, то есть 23.48. Третий этап – пиковый нагрев. За счет трения аппарат разогреется до температуры около 1300 градусов по Цельсию уже через минуту в 23.49. Четвертый этап – развертывание парашютом. Космический корабль раскроет свой парашют на сферозвуковой скорости примерно 23.52. Пятый этап – отделение теплозащитного экрана. Защитное дно входной капсулы отделится примерно через 20 секунд после раскрытия парашюта. Это позволит марсоходу использовать радар, чтобы определить расстояние до поверхности и использовать свою навигационную технологию, чтобы выбрать безопасное место посадки. Шестой этап – отделение задней оболочки. Задняя половина входной капсулы, которая прикреплена к парашюту, отделится от марсохода с реактивным ранцем примерно 23.54. Реактивный ранец будет использовать ретриковые ракеты, чтобы замедлиться и долететь до места посадки. Седьмой этап – посадка. Спусковая ступень опустит марсоход на поверхность на нейлоновых тросах. Ожидается, что марсоход опустится на поверхность Марса со скоростью ходьбы человека, то есть около 2,7 км в час 23.55. Это расчетные вехи посадки марсохода, однако на точное время наступления перечисленных выше этапов может повлиять множество факторов, включая свойства марсианской атмосферы. Оказавшись на поверхности, Персеверанс должен будет сделать снимки Марса и передать их обратно на Землю. В течение следующих дней инженеры проверят состояние марсохода и развернут мачту дистанционного зондирования, чтобы он мог делать больше снимков. Если все пройдет как запланировано и все системы марсохода будут исправны, начнется исследовательская работа марсохода Персеверанс. На нашем канале всегда самые свежие новости из мира науки и космоса. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok